Приветище! Это Скрэп Механик и мы наконец-то дома. Мы добрались. Вот она, вот она наша заправочка. Именно та заправочка, которая наша. Тут вот куча коров, тут вот загон, тут моя разваленная точила. Пришлось кинуть деда, потому что у меня заканчивалось топливо. Больше разведывать я ничего не мог без колес. Соответственно, я приехал сюда по-быстренькому, смотри, что сделал. Хлопок мы же добыли с тобой, правильно? Я сделал седуху, сделал сварочный аппарат и еще огромное колесо. Мы сейчас переработаем наш трактор, заправим его и поедем обратно за дедом. Но прежде-прежде давай еще сбегаем вот сюда, за нашим сборщиком. Вот он, красавчик. Он тут нам распилил древесину. Теперь, значит, хватаем нашу тачку и переносим ее вот сюда. Если наступит ночь, тут хотя бы будет свет. Ну что, приступаем к реконструкции нашего трицикла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну что, первые наброски у нас готовы. Так скажем, что это макет. Макет трактора. По крайней мере, подобие его понимают, что трактор должен быть повыше. Ну, я вот постарался сделать из того, что у меня было. То есть дерева у меня не сильно много, поэтому он не зинди у нас. Как ты можешь заметить, тут уже стоит новое кресло. Балдежное. Не бомжовское. Спереди, естественно, наш оберег. А сзади я сделаю фаркоп, за который я буду цеплять прицепы. Да-да-да. И ты не ослышался. Прицепы их будет несколько. То есть своего рода это трактор-паровоз. Что мне нужно еще доделать? Это, конечно же, фонари. Сюда и сюда по фонарю вставить. Закрыть двигательный отсек. И по возможности перекрасить наш трактор. В будущем я на этот трактор сделаю съемную бурильную установку. Лезвие пилы, чтобы пили деревья. Также можно будет его установить и снять. И водная пушка. Но это будет чуть позже, а сейчас нам нужно осветительные приборы сделать. Вот такой вот налобный фонарь мы сделаем. Один у нас уже есть. Нужно стекло, микросхему и все остальное у нас есть. Сейчас притарбаним. Помимо фонаря, который у нас уже сделался, нам нужно сделать вот эту канистру с бензином. Но эта канистра будет выполнять другую функцию. Это будет баг нашего трактора. Подсоединяем наши фонари. Один сюда. Вроде бы правильно установили. Другой сюда. Вот отлично. Все встало как нужно. А тем временем у нас уже готов баг. Забираем его вместе с топляком. Пойдем подумаем, куда бы его поставить. Баг у нас вот таких вот размеров. Здоровенных. Думаю, что прежде чем его устанавливать, нужно сперва установить сюда сундуки. Ну, как-то так получилось вот скомпоновать. Здесь у нас останется место под бортики, чтобы защитить наши контейнеры. Заливаем сейчас бензин сюда. Получилось всего одно деление. Надо побольше топляка. Прежде чем мы отправимся за топливом, мы поставим переключатели. Они будут у нас стоять здесь. Первый отвечает за свет, второй за двигатель. То есть двигатель у нас будет запускаться непосредственно вот этой кнопочкой. Грубо говоря, это будет наше зажигание. Вся электроника у нас настроена. Все подсоединено, как ты видишь. Осталось теперь только завести двигатель. Для этого мы подсоединяем топляк. И пробуем. Так, значит, первое у нас это включение света. Надо, кстати, фонарики перекрасить. Сейчас это сразу сделаем с тобой, чтобы потом не забыть. Белый цвет. Проверяем еще раз свет. Все светит. Запускаем двигатель. Опа, поехали. Стой, 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 стой. Только не так едем-то, как надо. Стой, подожди, подожди, подожди. Глушим, глушим, глушим. Получается, что зажигание нам тут не поможет. Контроль газа осуществляется через кнопку, что нам не нужно. Соответственно, подключаем напрямую. Эх, разбились мои мечты о зажигании. Как в реальном мире. Теперь наше движение осуществляется через педали управления на нашем руле. Ну что, вроде бы все шикарно. Все как надо. Тачка, огонь. Единственное, что нам осталось, это улучшить двигатель. Когда мы улучшим двигатель, у нас меньше будет тратиться топлива, и ехать мы будем быстрее. Соответственно, берем вот эти штуки и улучшаем наш движок. Апгрейд. Пришло время использовать наш сварочный аппарат. Точнее, не использовать, а проверить его, как он будет работать. Например, мы сейчас соорудим здесь небольшой такой импровизированный прицеп. Ну, это даже будет не прицеп, а ящик какой-то. Ну вот. Типа импровизированный прицеп у нас есть. Давай попробуем теперь соединить наш трактор с этим прицепом. Значит, пробуем сделать вот так вот. И... Нет, наоборот, надо попробовать вот эту штуку. Как-то все очень странно. А, скорее всего, нам прицеп нужно убрать с подъемника. Значит, пробуем теперь зацепить вот эту часть. Вот с этим. Ох ты ж, нифига себе, как это сваривается-то все. Ну, что я могу сказать? Ну, прицеп у нас не на гибкой сцепке, что мне не очень нравится. Он прямиком приваривается к нашему кузову. Поэтому эта идея пока мне не понравилась. Что ж, настало время перекрасить наш трактор. Какой бы цвет? Наверное, в красный. Хотя нет, давай в черный. Классический черный цвет. Все это перекрашиваем. Хана, краска кончилась. Нутрянку не смог покрасить. Ну, слушай, по крайней мере, как-то так. Уже солидненький, да? Все, погнали, короче, за топляком. Сейчас надо будет понырять. Ух ты ж, нифига себе. Вот это разворот полицейский. Погнали. Нефть собрано. Едем ее перерабатывать. И возвращаемся за дедом. Ты это видел? Корова в текстур провалилась. В мой загон попали роботы. Один этот загон пытается сломать, чтобы освободить другого. Капец. Две коровы перебили. Ах, засранцы. Короче, я выяснил, что. Что передние колеса, это ведущие колеса, они не очень хорошо цепляются за дорогу. Поэтому я думаю, что сейчас мы сделаем задний привод. Вот смотри. Я начинаю сейчас гнать. И вот, видишь, как колеса буксуют? Им тяжело. Давай-ка мы попробуем переделать на задний привод все-таки. Сзади у нас колеса большие, мощные. Зацепа должно хватить. Ну-ка. Ох ты ж, е-мое. Звук двигателя изменился. Теперь мы как на настоящем тракторе. Это очень хорошо. А как работает амортизатор-то передний? Ты посмотри. Прикинь, мы же улучшили двигатель. А это говорит о том, что мы можем подсоединить еще и передние колеса. То есть у нас сейчас будет полный привод. А чешуенно. Вот это мы будем гнать с тобой. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Погнали. Ёшки-макарёшки. Передний, конечно, все равно буксует, но скорость увеличилась. Теперь мы гоняем намного шустрее. Тест на пробиваемость. Надеюсь, этот робот днище нам не пробил. Вроде нет, днище целое. Я жаловался насчет древесины. Так вот, у меня загон надо разобрать, и все будет как надо. Отлично. Теперь со спокойной душой я смогу закрыть двигательный отсек. Ну вот, наконец-то, двигательный отсек у нас закрыт. Надо будет потом на полянках цветочки пособирать, чтобы сделать краску и перекрасить последний элемент. Топляк у нас уже весь сделан. Забираем. Наделал ту его кучу топляка. Загружаем в наш бензобак. Всего было потрачено 5 литров, пока мы тут кружили и катались. Загружаем. 40 литров. Надеюсь, нам хватит этого, чтобы доехать до деда и обратно. Все, прибыли. Здорово, дед. Не прошло и сто лет, как я за тобой вернулся. Что я хочу сейчас сделать? Попробовать прицепить вот эту бандурину к нашему трактору. Надеюсь, что получится. А еще, кстати, классно, что у нас теперь топляк сбоку. Я, по крайней мере, теперь могу видеть, сколько топлива у нас расходуется. Ну что? О, там робот сверху. Подъезжаем задом к нашему милому дедушке. Вот так вот. Пойдем возьмем наш этот, как его, сварочный аппарат. Ага. На вот эту конструкцию сварочный аппарат не распространяется. Что делать будем? Ну что, раз такие дела, в комментариях писали, что этого дедушку нужно докатить до того дедушки в горах. Поехали искать дедулю в горах. Короче, не нашел я никакого деда в горах. Намотал тут куча кругов. Потратил уйму топлива. Осталось 15 литров. Это очень плохо. В общем, эти 15 литров мы потратим на то, чтобы отсюда увезти этого дедка. Нужно будет построить прицеп, погрузить его в этот прицеп, зацепить к нашему трактору и везти к нам домой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Все, дед погружен. Субтитры сделал DimaTorzok Все, прибыли. Дедок, ты дома. Не в своем, правда, в моем, но ты дома. Отлично, вот эту конструкцию можно убирать. Она прослужила нам верой и правдой. Короче, чтобы дедок у нас не убежал, мы сделаем для него вот такую вот штуку. Это нужно для того, чтобы его не утолкали куда-либо роботы. Надеюсь, его это спасет. Ну, а мы отправляемся на поиски торговцев. Прежде только надо топляк посмотреть, сколько у нас. Один литр остался-то, прикинь. Достал из доначки еще 15 литров. Теперь у нас 16. Все, можем гнать. Ух ты ж, нифига себе. Вот это мы надо бы встаем так встаем. Вот это мощь у нас. Так, нужно двигатель не сильно мощным сделать. У нас прицепа теперь сзади нет. Так что мощность можно пустить вот так. Так должно быть нормас. О, отлично. Смотри-ка. Что это за таблички у нас тут? Keep out. Keep out. А вот это что такое? Походу, здесь есть кто-то живой. Признаки жизнедеятельности человека. Ты посмотри, сколько тут всего понастроено-то. Смотри, какая там база. Блин, это ж возле моего дома было. Прикинь, где торговец живет возле моего дома. Капец, я вокруг него катался. Долбаный робот. Сейчас у меня грохнет. А нет, я его грохнул. Блин, понаставил он тут всякого барахла. Можно это как-то снести? Вот так вот. А то не проехать. Все, погнали. Надеюсь, он меня не штрафанет за то, что я снес его тут заборы. О, вот это домище у него, слушай. Надеюсь, это торговец. Смотри-ка, что здесь. Здесь есть вот эта вот штука, которая может освободить нашего дедулю. Из клетки. О, надо будет его привезти. Обязательно. А давай просто кнопочку нажмем. Мы сюда ничего не поставим, мы просто кнопку нажмем. Не работать так. Да, но дом он себе отстроил, конечно, вообще. Офигеть какой. Не понял. Здорово. А я думал, у тебя закрыто. Я могу взять у тебя ростки, что ли? Ну да, прикинь. Прикольно. А что еще ты можешь мне продать? Итак. Вот они, вот они наши пушечки. Карта пушка. Бульбострел. Чисто белорусская тема. Фри вольвер. Видимо, картошка фри стреляет. И вот это бульбомед. Короче, смотри. Чтобы это все купить, нужна черешня, бананы. Блин, а я недавно черешню нашел и схавал ее. Эх, беда. Но я эту черешню могу у него купить. Нужно всего лишь обменять на три редиски. Это хорошо. Что дальше я могу купить? Апельсин, черешня и клетка с дедом. Это я получу бульбострел. Но нужно посадить апельсины еще вдобавок. Бульбомед, ананас и дедушка. И не один дедушка, а целых два. Короче, брокколи он тут не продает. А соответственно, а соответственно, фри вольвер сделать я не могу. Будем делать бульбострел. Для этого нам понадобится апельсин. А семена апельсина он нам даст за три помидорки. А за три редиски чернику. Три редиски у меня уже есть. Куда тебе их сунуть? Положить. А, их нужно... Все, я понял. Их нужно положить сюда. Три редиски, значит, я кладу сюда. Надеюсь... Просто так он засосет. Нажимаем. У меня так не работает. Только в ящиках он принимает. Нужно найти где-то ящики. Дед, а научи ящики-то делать. Как ящики делать? Объясни мне. Вот это что такое? Контейнер с картошкой запасом. Ладно. А бегу вокруг его дом. Может, что интересное тут найду. В общем, поехал я домой. Дедушку тебе другого привезу. Нашел я, где эти контейнеры получать. На овощебазе. Короче, я привожу сюда овощи, а они их запаковывают. Дед на месте. Никто его не укатил. Это здорово. Освобождаем его. Все, прибыли. Привезли деда. Тихонечко сюда завозим. Тихонечко. И, наверное, я даже не буду раскрывать свой импровизированный прицеп. Посмотрим, сможет ли насос высосать дедулю так. Нажимаем. О, нифига себе, смог. Прикольно. Ну все, один дедок у нас доставлен. И я думаю, что на сегодня это все. В следующей серии мы будем делать контейнеры и привозить их сюда. Надеюсь, у нас это получится. Если тебе нравится скреп механик, то не забывай ставить лайк под этим видео и подписываться, если ты еще не подписан. Ну а я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует...